МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Буквально через несколько минут в неформальной обстановке состоится встреча Сергея Калинчука, главы городской организации политической партии за мое будни с представителями одесских СМИ. Сейчас пока что вы позиционируетесь как доктор и человек, который очень хорошо разбирается в медицине. Понятно, что, став мэром, с этим профилем будет все в порядке. Какие еще беды, огромные города вы видите сегодня? С чего вы начнете работу свою, заняв кресло городского головы? Первое, что бы мне хотелось реализовать с первого дня работы над Умской, это открытость власти. Любое решение, если оно принимается, оно должно было быть доведено до конца. Одесситы должны понимать, что происходит с городом, что происходит в их жизни и что происходит за их деньги, в конце концов. Они пополняют бюджет города, они платят со своих налогов, зарабатывая каждый день и отчисляя потом НДФЛ и все остальное. Вот НДФЛ формирует 60% бюджета города. Это наше с вами отчисление зарплаты. Это мы все оплатили. Поэтому, когда принимаются такие решения, надо как-то все-таки или хотя бы посоветовать. Прозрачность как будет формироваться? Проводить общественное слушание. Есть другой механизм. Конечно, в идеале было бы, если бы наконец-то Верховный Совет, Верховная Рада приняла закон о референдуме, где был бы прописан в том числе закон о местных референдумах. Но смотрите, Швейцария проводит референдумы местные, там чуть ли не раз в месяц. Для них это норма. Делаем парк или делаем дворец спорта в этом месте. Провели референдум, 55% сказали парк, все, устроим парк. Вопрос решен. В идеале. Я надеюсь, что рано или поздно у нас появится закон о местном референдуме, где в принципе эти все вопросы можно... Но это же стратегический вопрос. Я же не говорю о том, что давайте мы будем обсуждать вопрос, какой точно аппаратный, будем менять лифт. Как бы не надо доходить до абсурда, но стратегические вопросы надо обсуждать на уровне города. По поводу образования, мэр города может сделать так, чтобы в учреждениях образования, дошкольных, школьных, не было взяток. Не было родительских комитетов, которые собирают фонды школы, фонды класса. Родители делают ремонт и закупают телевизоры. Это в состоянии сделать мэр или нет? В украинском городе, миллионнике. Содержание как дошкольных, так и школьных коммунальных установок – это чисто вопрос местного бюджета. Местного бюджета. Это, знаете, когда нам рассказывают, это надо вопрос на уровне Киева решать, это вопрос компетенции центральной власти, там, кабинета министров или Верховный Рад, это все ерунда. Здесь, еще раз говорю, здесь все зависит от отношения к процессу. Безусловно, вот почему надо, собственно говоря, когда идет вопрос о бюджете развития, о стратегическом бюджете развития, понятно, что в течение года целый ряд таких важных вопросов, наверное, решить нельзя. Давайте сделаем трехлетнюю программу. Давайте ее обсудим и начнем реализовывать. И в трехлетней перспективе посмотрим, что для нас более важно. Все время катать асфальт. Дороги, безусловно, нужны. Никто же не говорит, что не надо. Ну, это магистрали, это артерии города, это понятно, они нужны, тут слов нет. Но мы же не можем только в дороги все время вкладывать наши деньги в 11-миллиардный бюджет. Ну, это же, ну, как минимум, не перспективно. Почему? Потому что, если у нас дети не захотят оставаться в нашем городе, учиться дальше и получать образование, мы не сможем думать о будущем этого города. Это все в рамках решения городской власти. И вот здесь, еще раз говорю, важны просто приоритеты. Начиная от того, как мы распределяем участки для застройки, когда у нас некоторые компании получают за копейки просто, просто реально за, ну, там, я не знаю, вот, участок на межрейсовой базе моряков, да, получили там, строительная компания получила под застройку за 600 тысяч гривен. Ну, вот, если я соберу своих, там, я не знаю, 5 друзей, мы бы могли бы сами взять его под застройку за такие деньги. Ну, 600 тысяч гривен – это сколько? 20 тысяч долларов? Ну, 22 тысячи долларов? Ну, скажите, это как? Это только мне кажется, что нас опять дурят? Или это же колоссальные, это десятки миллионов долларов стоит? Вот возьмем школу на маршала Говорова, здесь недалеко. Европейский лицей. Да, Европейский лицей. Колоссальные деньги были, были вложены. В каком состоянии она сейчас? Вот, вот, даже с точки зрения собственной безопасности, я бы на месте городской власти сейчас сам инициировал экспертизу работ, которые там были выполнены, оценку стоимости этих работ, потраченных бюджетных денег, чтобы потом сказать, что, смотрите, ребята, мы же сами опомнились. Мы же-то как бы, ну, вот, да, нас ввели там в заблуждение, мы были искренни в своем недопонимании вопроса. Ну, это же были потраченные бюджетные деньги. И таких примеров, ну, колоссальные примеры, колоссальное количество. Я уже говорил, там, еврейская больница 200 в общей сложности, 240 миллионов гривен на реконструкцию, на реконструкцию еврейской больницы. Вот, 240 миллионов, это практически 10 миллионов долларов. Да, вот, Одрекс стоит половина первых два этажа. Со всеми МРТ, КТ, реконструкциями, вот полностью, со всеми системами медицинских газов, системами коммуникации, охлажденным воздухом и все остальное. Меньше половины этой суммы стоит. Ну, я точно знаю, что я его делал. Вот, что мы такого сделали на эти деньги в первой городской больнице? Объясните мне. Поэтому, когда я, еще раз говорю, вижу вот эти борды, сделанные в Одессе, мне хочется посмотреть, сказать, мне кажется, это не сделано, это украдено в Одессе. Ну, я бы вот очень хотел разгрузить, разгрузить центр города от машин. Я думаю, что мы в течение месяца найдем вариант решения этого вопроса, воспользовавшись теми проектами, которые нарабатывались и до нас. Но то, что касается удобства, комфорта и скорости доставки, эта ситуация меняется решением просто переподписанием договоров с поставщиками этих услуг, транспортных услуг, обеспечением маршрутов. Первое – это изменение, во-первых, состояния самого транспорта. И второе – это частота движения транспорта. И я бы весь транспорт переводил бы постепенно, возможно, за 2-3 года, на электротранспорт. Если ты одеваешь белый халат, ты должен соответствовать, в первую очередь, моральным качествам врача. Это в первую очередь. Да, понятно, ты должен быть профессионалом, ты должен знать патфизиологию, ты должен быть специалистом в медицине, но белый халат – это в первую очередь, это моральная обязанность, это моральные твои установки. Я работал во многих коллективах, возглавлял многие коллективы, большие коллективы. И для меня было всегда удивительно, когда доктор, например, в пятницу после обеда выключает телефон для того, чтобы включить в понедельник утром. Для меня это было несовместимо. Я не понимал, как такое может быть. У нас пациенты не болеют по кзоту. Они болеют тогда, когда им становится плохо. Это может быть 3 часа ночи, это может быть воскресенье, это может быть Новый год, это может быть 8 марта. Поэтому, как только ты одел белый халат, ты должен понимать, что ты себе не принадлежишь, ты принадлежишь своей профессии, но быть рядом с пациентом. Это первое. И второе, здесь еще очень важный один момент. Я не очень люблю фразу «пациент всегда прав», потому что пациенты иногда бывают неправы. Да, это факт. Но в медицине есть такая специальная наука, называется «дентология». Это взаимоотношение доктора с пациентом, это взаимоотношение доктора с доктором. Пациенты бывают разные. Они бывают капризные, они бывают своенравные. Бывают родственники очень. Мы же работаем, когда с пациентом, вокруг него очень часто еще есть ареал родственников, которые переживают, переживают по-своему. Иногда даже своим переживанием нам кажется, что они мешают нам работать. Но это неправильно, потому что в первую очередь мы же лечим личность, и мы не можем уходить от особенностей психогноматичного состояния пациента в процессе его болезни. И поэтому доктор должен взять на себя вот этот удар, выдержать этот удар психологический, все это принять, сделать для пациента условия комфорта, создать психологического комфорта. И для его родственников, кстати, что тоже немаловажно. Поэтому, да, это призвание. Это призвание, и это тяжелое, достаточно призвание. Вот, поверьте, я 30 лет занимаюсь медициной, я прошел в медицине от санитара до главного врача. Я работал медсестрой 3 года в отделении неотложной хирургии в госпитале. Это были там 90-е годы. Но это была такая очень классная для меня школа, поэтому я когда становился уже руководителем в системе здравоохранения, когда я руководил клиниками, мне эта школа очень многому научила, помогла, потому что со мной медсестры разговаривали как со своим. Я знал полностью их алгоритмы, я знал, где у них могут возникать проблемы, я знал, ну, я знал, как у них все происходит. И госпиталь, 419-й госпиталь, меня многому научил. Это была такая реально очень сильная школа. Во-первых, это были 93-й, 94-й, 95-й год. Госпиталь еще был госпиталем, ну, реально военным госпиталем. Там работали гражданские, как я, но там основной устав был военным. Это раз. Во-вторых, я работал в отделении неотложной хирургии. Я дежурил по ночам, потому что у нас же дневная форма обучения обязательная, поэтому это либо выходные дни, либо ночи. И там много было ургентных пациентов. Я многому научился. Для меня на сегодняшний день сделать внутривенную инъекцию или взять вену, это как бы не составляет проблем. И даже когда я был главным врачом, я приходил в отделение, если возникали у девочек сложности взять вену, я просто остановился, подкалывал и вперед пошли работать дальше. Поэтому для меня медицина – это то, чем ты живешь. И у меня есть пациенты, которых я веду много лет, потому что у меня есть целый ряд пациентов с онкологией, с сахарными диабетами, которыми я занимаюсь. Ну, как типа семейного врача, я веду целые семьи. Но и есть пациенты, которые сегодня появляются в связи с COVID-ом. Причем, к сожалению, это пациенты, учитывая то, что последних пять лет я проработал во многих областях Украины, это и Волынь, и Киев, ну и Одесса, естественно. Это пациенты с Ивана Франковска, с Волынь, и с Киева, я их в телефонном режиме веду. И у меня так получилось, я посчитал, ну, где-то примерно часов пять я уделяю медицине в день. А вы готовы отказаться от своих пациентов с политической карьерой? Нет, нет. Ведь времени будет гораздо меньше. Не будет ли страдать какая-то сфера, как вы думаете? У меня есть опыт уже. Когда я работал заместителем председателя областной администрации в 2014 году, а это было крайне сложное время и для нашего региона, и для страны, и для города. Ну, вам не надо рассказывать, что такое 2014 год, а тем более для Одессы это было такое очень тяжелое время. Вообще, наверное, самый тяжелый период в моей жизни был. Это вот работа в облгосадминистрации. Тем не менее, тем не менее, несмотря на то, что я там спал по три часа в день, там два часа, три часа в день, или в субботу во второй половине дня, или в воскресенье во второй половине дня у меня был прием моих пациентов. И в облгосадминистрации, охрана облгосадминистрации знала, что помощник Калинчука подаст список людей, которые придут на прием Калинчуку, и они знали, в принципе, что это мои пациенты, потому что, ну, я, во-первых, не могу отказать пациентам. Более того, ну, вот... Во-первых, я не считаю, что то, чем я сейчас занимаюсь, это политика. Ну, управление городом... Я работал в исполкоме в 2011-2012 году. Был начальником управления здравоохранения. Я там не видел политики. Там есть договорники какие-то? Да, да, они есть. Ну, это что? Ну, просто, понимаете, мы очень часто какие-то вещи, которые нам не хотелось бы назвать, как это на самом деле называется, мы называем политикой. Или какие-то поступки, которые мы бы не хотели назвать, как бы, то, как это называется на самом деле в человеческих отношениях. Мы говорим, ну, это ж политика, да. Тем не менее, вы идете от конкретной политической партии. А у нас так закон прописан. Поэтому это первое. Во-вторых, тут как бы немножко еще... Почему за майбутние? Да, и почему от политической партии? Почему за майбутние? Я уже, я не помню, я уже говорил о том, что у меня был в молодости опыт заниматься политическими проектами. Я даже был еще в 2001 году, я помню, я вступил там, была такая аграрная партия, которая потом трансформировалась в народную партию. И я, в общем-то, был в этой политической структуре до 19 августа 2015 года. Вот как только меня представили как главного врача областной больницы, а я был членом политсовета, там, политисполкома, ну, в общем, какие-то такие должности, я не понимаю, в чем суть этих должностей, но они звучали красиво. Вот. Но когда меня представили как главного врача областной больницы, в которой я вырос, там, у меня интернатура проходила, клинординатура, потом аспирантура, ну, в общем, для меня областная больница это родной дом был. Мне казалось, я знаю там все, пока я не стал главным врачом. Как только я стал главным врачом, я понял, что я даже половины не знаю в этой больнице. Но вот как только я стал, а это был еще 2005 год, лето, это страна была в состоянии после оранжевой революции, у нас еще все это так бурлило, тут у нас наша Украина, тут у нас партия регионов, тут у нас проигравшие, тут выигравшие. Ну, в общем, общественно-политическая жизнь такая бурная. Вся больница была обклеена какими-то наклейками, там, в Зающенко, эти не Зающенко, какие-то флажочки стояли у каждого в кабинете. Я сказал так, все убрать. Вот все убрать, медицина вне политики. Поэтому с 2005 года я как бы для себя принял решение, что проблемы туберкулеза, они не касаются какой-то политической партии. Проблемы онкологии, они не касаются какой-то... Проблемы коронавируса касаются какого-то политического... У нас перечислить, кто из политиков уже не переболел коронавирусом. И коронавирус почему-то, если ты там член политической партии такой-то, то ему все равно. Поэтому мое решение идти в политической партии за майбутни связано, по сути, если так абсолютно честным быть, а мы договорились, что я вам буду говорить только то, что я думаю, и связано, по сути, с основным ключевым тезисом. Политическую партию за майбутни возглавил Игорь Палец. Я с Палеца с тех пор практически все время мы... Я даже не могу сказать... Ну, я у него как бы советник по социальным вопросам. Ну, мне даже сложно назвать это функционал-советником, но я знаю его семью все. Я там детей знаю, я знаю родителей, я с ними в очень хороших отношениях. У него прекрасная реальная семья, и мне очень нравится их семейные отношения, их семейные цены. Мы с Палецой провели много времени вместе, и поэтому я могу его оценить в первую очередь не как там, понятно, как управление, администратор, политика, человек, который ориентируется во многих вопросах, это само собой, но я могу его оценить чисто по человеческим каким-то характеристикам, какие он исповедует ценности, и эти ценности, они абсолютно совпадают с моими ценностями. А у меня достаточно, я вырос в такой ортодоксальной такой семье, где вот семья – это основа основы, папа – это папа. Я только с возрастом понял, что это мне казалось так в детстве. На самом деле мама принимает все решения, она просто это так делает, что в конечном итоге папа считает, что это он принял решение, вся семья считает, что тоже он принял, и мама даже делает вещь, что она так считает, но на самом деле… Серый кардинал – мама. Да, мама. Вот. И поэтому, учитывая то, что вот мы, там, 17-й, 18-й, 19-й год, тоже у нас было много дискуссий с Палицей по поводу того, как развивается страна, в каком направлении развивается страна, что не так в стране, и что надо менять. И я ему часто говорил о том, что, Игорь Петрович, вот вы все время так говорите об этом, вы так все расставляете по точкам, но при этом ничего не делаете. Может быть, достаточно уже говорить на кухне, там, да, о том, что надо вот это, вот это, или в кабинете где-то у себя в офисе. Может быть, надо просто взять и начать что-то делать. То есть, это вы его проинициировали, а не он на вас подвал за собой? Я не знаю, я не думаю, что это мое, там, было, там, скажем, ключевое. Я думаю, что, зная Палицова, что он всегда принимает решение сам. И он очень сильный человек, он такой вообще, вот, вот с точки зрения силы духа, это, ну, это лидер настоящий. Поэтому я думаю, что решение он принимал сам. Более того, я думаю, что это решение ему, скорее всего, давалось не просто в семье, потому что мне кажется, что семья не так просто приняла его там публичность, вот эту вот, и активность. С Палицей понятно, а вот ситуация связанная, вернемся снова к партийной принадлежности, и к репутации вашей доктор, известной в Одессе, имеющей чистую репутацию, что, в общем-то, сейчас тоже играет на руку все предвыборные компании, но, возможная связь с господином Коломо, Вы не боитесь запачкать собственную репутацию таким образом? Ведь партия же Коломойского. А каким образом я могу запачкать свою репутацию, относясь к партии, которая возглавляет Палица? И вот, ну, практически я был там, если не у истока в этой партии, то, по крайней мере, там все основные моменты, те, которые касаются, как минимум, Одесского региона, принимались при моем участии. Я ни разу там не видел Игоря Валерьевича. Ну, вообще ни разу не видел. Это первое. Второе. Я вообще в своей жизни, наверное, с Коломойским встречался там за всю жизнь. Может быть, раз в пять. Из них, там, три встречи, это было «Здрасте, здрасте». А там, две, какой-то был такой разговор, пяти, там, десяти минутный. Это второе. Третье. А каким образом даже допустим? Вот Коломойский друг Палицы. Да, это факт. Коломойские, я знаю, они дни рождения празднуют вместе, они там, ну, они реально общаются. Для Палицы, может быть, я могу ошибаться, может быть, для Палицы Коломойский это как старший товарищ, как для меня Палец, да, там, условно говоря. Но, а каким образом я могу испачкаться? Коломойский, он что, какой-то, у него там кресты какие-то нарисованы, или демон какой-то. Вот как это может меня испачкать? Еще раз говорю, при этом я, может быть, и хотел бы чаще общаться с Игорем Валерьевичем, потому что, ну, из тех моих редких контактов я точно понимаю, что это очень умный человек, и мне кажется, сильный человек. И, наверное, если бы у меня, мне, конечно, достаточные Палицы, когда у меня какие-то проблемы, или там какой-то, мне надо советовать, я ему звоню, мы с ним обсудили, и я понимаю, я правильно, в правильном направлении двигаюсь или неправильно. Ну, вот так вот, давайте там, Палица знает Коломойского, значит, Коломойский имеет отношение к партии, Калинчук знает Палицу, значит, Калинчук имеет отношение к Коломойскому. Ну, именно об этом пишут СМИ, вы же знаете, вы же наверняка отслеживаете. СМИ много чего пишут, ну, это же не значит, что это так. Но я еще раз говорю, вот я вам сказал, я в своей жизни общался с Игорем Валерьевичем, наверное, раз пять, вот, начиная с 2014 года. А как вы вообще относитесь к критическим статьям, ваш адрес, к негативным? Смотрите, если в этих статьях есть какая-то, ну, там, хотя бы часть правды, я отношусь к этому, там, ну, что-то надо, наверное, изменить в себе. Я там прочитал недавно историю какую-то очень удивительную о моих взаимоотношениях с Леонидом Кучуком. Это акционер Одрекса. Да, но вот я его прочитал, ну, я понял, что оно, ну, какая-то фэнтези. Я не знаю, у кого-то в голове что-то в это время бурлило, наверное, потому что, ну, даже если там, ну, там, например, пишут, что я там якобы, да, на закупке какого-то оборудования для Одрекса, там, на, ну, у Кучука, там, какие-то деньги там пропали или еще что-то. Ничего, что я был акционером Одрекса, у меня 50% акций. Это же, я у себя, что ли, забирал? Ну, то есть, это первое. Второе, ни одно решение, у нас все решения принимались с Леней вместе, ну, изначально, это второе. Третье, изначально бюджет проекта был в два раза дороже, и именно мое влияние, учитывая то, что я знал, ну, знал, особенно на тяжелое оборудование, сколько оно стоит непосредственно у производителя, у Сименса, у Тошибы, мы общались, я организовал встречи с европейским офисом Тошибы, они прилетали к нам в Одессу, и мы, ну, то есть, это такой бред, которого, ну, сложно придумать, поэтому, как к этому можно относиться? Я прочитал, посмеялся, ну, кто-то что-то, может, употребляет, я не знаю, может, какая-то. А вы догадываетесь, кто заказывает такие статьи? Ну, наверное, тот, кому, у кого есть какие-то опасения по поводу моей кандидатуры как кандидата в мэра. Ну, какие-то недоброжелатели, скорее всего, вряд ли это какие-то близкие друзья делают, но какие-то недоброжелатели, тот, кто боится чего-то, Труханова, ну, конечно. Все, что происходит с точки зрения застройки, у нас, у нас, понимаете, тут еще на законодательном уровне местная власть имеет одни полномочия, при этом есть, Гасси, которые имеют вторые полномочия, эти разрешают одно, эти разрешают второе, и получается, тот кивает на Ивана, тот кивает на второго, один на, и каждый на каждого кивает, в конечном итоге возникают там 20 этажки у нас, бас, выросло 20, но при этом, вот все вот эти кивания даже в сторону Киева, о том, что мы-то на самом деле дали там под застройку 10 этажей, а тут вдруг появилась 20 этажка, это все ерунда, потому что город может приостановить любой процесс, он выдает четко разрешение под четкие проекты, под градостроительные решения, более того, мы с вами прекрасно знаем, как у нас приносят проекты там застройки, там определенного участка, и там, когда ты смотришь на сессии, на эти проекты, смотришь, такие красивые дома, там детский садик возле дома, там зона отдыха, там спортивная площадка, там амбулатория, все так красиво, все хорошо, только потом возникают какие-то дома, а детский садик потом, когда-нибудь, наверное, построим, а лучше переведем его еще потом под какое-то другое помещение, сначала через там дошкольного типа, потом перешкольного, а потом вообще магазин возникает, сдали под магазин, в аренду, все хорошо, но это же принималось решение, город выдал под определенные договора, договор подписывает застройщик, и городская власть, городская власть имеет влияние на те договора, которые она подписала, может пересмотреть условия договора, может, хочет она это делать, не хочет, наверное, поэтому возникает хаотичная застройка, я бы наложил мораторий, на выполнение строительных работ, вот в Одессе пока не будет либо пересмотрен генплан, либо тот генплан, который был принят, не станет наконец-то конституцией, вот реально конституцией города, это первое, второе, хаотичная застройка, это же, она же не возникает просто так, но это нарушение закона, его надо выполнять, городская власть имеет все полномочия на то, чтобы не допускать этого хаоса, хаос, вы знаете, как профессор Преображенский говорил, хаос начинается в головах, вот его надо менять в голове, вот если мы видим о том, что у нас выделен участок земли, который предназначен для определенных целей, а там вдруг возникает после этого 12 этажей, мы же понимаем точно, что он же не появляется вот так вот, одним щелчком, мы знаем, кто это делает, мы знаем, с подачи кого это делается, мы знаем, как меняются потом документы. Наша программа максимум, это получить треть голосов в областной совет, это получить треть голосов в городской совет, это получить достаточно, ну вы знаете, за майбутние гуляю, идет кандидатом мэра Ильичевска, Котляр идет кандидатом мэра по Южному, у нас много представителей, у нас, наш кандидат идет мэра Рени, у нас много идут наших представителей, главы ОТГ, то есть мы достаточно серьезно хотим зайти на местном уровне, с тем, чтобы в последующем, ну, во-первых, заходить с реализацией проекта, с тем, чтобы в последующем активно участвовать в выборах в Верховную Раду, которые, ну, я думаю, будут внеочередными, у меня есть такое предположение, что, скорее всего, они будут, может быть, весна, а может быть, лето следующего года, и дальше участие уже в выборах в Верховную Раду, с тем, чтобы получить вертикаль, которая позволит уже решать вопросы не только на местном уровне. Игорь Палец изначально, когда презентовал партию, он сказал о том, что, да, мы поборемся за Ильичевского, мы пойдем в облсовет, но кандидата в мэры Одессы мы выставлять не будем. Спустя некоторое время Анатолий Рубанский, как раз в эфире Седьмого канала, взял о том, что будем выставлять, но еще тогда кандидатуру не назвал, фамилию не назвал. Почему изменилась концепция? Еще раз говорю, наша партия молодая, нам там буквально пару месяцев, и когда мы готовили стратегию нашего, так сказать, вхождения в местные органы власти, мы понимали о том, что у нас мало опыта, при том, что с нами идут много людей, которые уже имеют большой и политический опыт, и административный опыт, тот же Гуляев, который был депутатом в Верховной Раде, там избирался, о Лагинах, которая была мэром Белгород-Днестровска, ну, Урбанский, который был пять лет председателем областного совета, и сейчас депутат Верховной Рады. Но при этом у нас были ну, сомнения по поводу мэрской нашей компании по Одессе. И поэтому изначально Игорь Палица сказал, что мы пойдем на Одесский горсовет, и он тогда сказал, что Калинчук будет вести команду, Калинчук будет возглавлять эту работу. А по поводу мэрской нашей компании были вопросы, и поэтому он заявил о том, что мы, скорее всего, в мэрской компании участвовать не будем. Потом мы посоветовались, еще раз там были такие, ну, я не могу сказать, что это были мозговые штормы, это были такие серьезные обсуждения этого вопроса, и потом мы приняли решение, что если мы все-таки планируем идти там всерьез и надолго, то мы должны идти на исполнительную власть. То есть на непосредственно голову Одесского мэра, потому что имея даже представительство в горсовете, нам вряд ли удастся решить основные вопросы, которые мы перед собой ставим. Так какая все-таки команда? В начале сентября вы не были готовы более трех-четырех человек назвать. Уже есть представления о том, кто будет в списке? Да, у нас есть уже представления. Они и тогда были, просто мы, опять же, вели еще дополнительные консультации. С нами идут и нынешние депутаты горсовета, кто представлен сегодня в горсовете. Это люди, которые пришли к нам, которые, с которыми мы провели тоже консультации, обсудили наши программные моменты. В нашей команде Татьяна Лазарева, это человек, который всю жизнь занимается вопросами образования и знает вопросы образования, начиная от детских садов, заканчивая высшей школой. В нашей команде Олег Тарабрин, это профессор, доктор наук, заведующий кафедрой реанимации и анестезиологии. Был уже, по-моему, 2006-2010 год депутатом горсовета. В нашей команде Максим Голубенко, это главный врач второго роддома. Я считаю, один из лучших акушер-гинекологов, организаторов в системе здравоохранения и человек, который сегодня возглавляет роддом, профильный по ковиду. То есть, он берет на себя пациенток с подозрением на ковид, либо уже с подтвержденным ковидом. В нашей команде Иван Нияки, это директор компании Краншип. Компания, ну, наверное, она сейчас будет известна в связи с тем, что непосредственно она поднимает на сегодняшний день Делфи. И я думаю, что в ближайших давайте я об этом пока говорить не буду, потому что у нас договоренность, пока они не выполнят свою работу. Я просто думаю, что в ближайшее время он проведет пресс-конференцию. И на этой пресс-конференции многие узнают, кто действительно имеет отношение к ликвидации этих проблем, которые у нас возникли на одном из наших центральных пляжей. Сергей, немножко может быть пафосный вопрос о любви к городу. Какая ваша короткая формула любви к городу? Одессе. Я хочу, чтобы мои дети гордились тем, что их папа работал в этом городе. Спасибо. Короткое. Смотрите, у меня, ну вот так, чтобы вы просто возможно понимали мое отношение к городу, я много лет любил в воскресенье утром, рано утром, в 6 утра выехать в центр города и ходить по центру там часа 2-3 именно вот там, начиная от Нового рынка, Пастера, Парк Шевченко, вот эти все улочки, просто заходя в дворы, проходя какие-то маленькие переулки, смотреть часами на дома. Вот когда нет людей, когда вот город такой вот, только дворники, и вот мы с супругой гуляем по этому городу. Потом где-то остановиться позавтракать, ну вот это было мое самое счастливое время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова